Амперфект Амперфект Один из паблишинги студия Амперфект представляют Ирина Звалинская Леди и детектив или щепотка невезения? Глава первая Эви, дорогая, я выхожу замуж! Торжественно не размениваясь на ненужные мелочи вроде приветствия, сообщила достопочтимая мадам Люсиль Браун, она же владелица самого популярного гадального салона в столице республики Эглитон в городе Бриджи, госпожа Люсинда, Она же, моя дорогая бабуля, 63 лет от роду Новость была так себе Бабушка, в принципе, любила выходить замуж Можно сказать, это было одним из ее многочисленных и вполне безобидных, где-то даже полезных хобби К примеру, рабочим местом я обзавелась благодаря бабулиным связям Мистер Джонс был пятым ее мужем и надо заметить, что брак этот был вполне счастливым, как и все другие ее браки Если не ошибаюсь, нынешний должен был стать десятым в череде многочисленных семейных союзов Люси Поздравляю! Удобнее перехватила я тяжелую медную телефонную трубку и достала из верхнего ящика громоздкого письменного стола, завернутый во вчерашнюю газету «Бутерброд» «И кто у нас жених?» Поинтересовалась, откусывая приличный кусок хлеба с индейкой и приготовилась к прочувствованным перечислениям достоинств моего нового будущего дедушки «Не скажу», — ответила бабушка Я лихорадочно зашарила по столу в поисках воды, кашляя от неожиданности, что-то новенькое Скажу только, что он работает в полиции «Почему не скажешь?» — осторожно спросила я «Потому что ты уже трижды отсутствовала на моей свадьбе», — рявкнула она мне в ответ А я, между прочим, в этот раз уверена, что встретила мужчину моей мечты Правильно говорить не свадьбе, а свадьбах Тоном учительницы младших классов поправила ее я И у тебя каждый раз на всю жизнь Не будь зануда, Эви, — сменила бабуля Тон Неужели ты не хочешь увидеть свою Люси? Конечно, хочу Только я думала, что ты сама приедешь в следующем месяце Теперь никак не получится, — огорченно вздохнула госпожа Люсинда У нас с Фредди медовый месяц И, как лицо проинформированное, скажу, что вся эта полицейская активность в последнее время неспроста Туринцы переходят все границы Ты знаешь, теперь мы всюду носим с собой документы, а иначе штраф или того хуже ночь в полиции Значит, его зовут Фредди, — вычленила я самая главная из ее прочувственной речи Откуда ты знаешь? — удивилась бабуля моей прозорливости Я не уверена, что мистер Джонс отпустит меня в отпуск Этот вопрос я решу сама, — отрезала бабушка Хорошо, я постараюсь купить билет на ближайший поезд Сама понимаешь, лето, сезон отпусков Все матроны считают своим долгом вывести отпрысков в столицу на вокзале ажиотаж Билеты были распроданы, не успев поступить в продажу На этот счет ты можешь не беспокоиться Я попросила Митчела оставить тебе местечко месяц назад Поезд завтра утром, — припечатала Люси, отрезая всяческую возможность отделаться от предстоящей поездки Все-таки умение Люсиль дружить с бывшими мужьями поражали воображение «Эванжелина, — мягко добавила бабушка, — ты взрослая образованная девушка То, что ты давным-давно провалилась на вступительных экзаменах в университет Бриджа Не означает, что столица не примет тебя и в этот раз Зато ты сэкономила отцу семейный бюджет фрамбуи Хотя, скажу тебе, можно было и не экономить Все же новая жена у твоего отца еще то сокровище Я невольно улыбнулась, представив, как она скривилась при упоминании невестки Хорошо, бабушка Капитуляция была неизбежна Вечером зайду к Митчеллу за своим билетом Остаток разговора прошел как в тумане Кажется, мы попрощались и договорились встретиться то ли на вокзале То ли у памятника Ее Величеству То ли я должна была прийти сразу в ее салон Ведь от вокзала до дома, где бабушка снимала два верхних этажа, было всего два квартала Думала я совсем о другом Вряд ли на свадьбе бабушки будет министр полиции Даже если и будет, не потащит же он на свадьбу сына А если потащит, что само по себе сумасшествие Какова вероятность, что он тебя вспомнит? Вероятность равна нулю, уговаривала я себя Но в памяти упорно вставала картинка разъяренного молодого мужчины И невысказанная им угроза по причине того, что я позорно сбежала, не дождавшись роковых слов Я ведь так и не рассказала бабушке, почему провалилась тогда шесть лет назад на вступительных экзаменах в столичный университет Дело было вовсе не в отсутствии у меня нужных знаний и необходимого в таких случаях везения Я ведь и до приемной комиссии не успела дойти Рог настиг меня немного раньше Шесть лет назад в холле столичного университета на глазах у выпускников и поступающих Я поставила Дэвиду Харрису, сыну министра полиции, фингал Стыд от воспоминаний накрыл десятифутовой волной и напрочь отбил аппетит В год, когда я успешно окончила школу, а школьные учителя и бабушка прочили мне великое юридическое будущее Учителя, основываясь на оценках о бабуля на особенно удачном карточном раскладе, отец решил наконец жениться второй раз В отличие от бабушки, страсти к регистрации отношений за ним не водилось После смерти матери от продолжительной болезни, чтобы скрыться от тяжелых воспоминаний Он перевез маленькое семейное производство по изготовлению замков в Бридж и неожиданно преуспел Я же осталась на попечении бабушки Та взялась за мое образование со свойственной ее широкой натуре страстью Даже вышла замуж за учителя математики Кстати, совершенно зря Математикам не всегда удавалось легко Впрочем, она довольно скоро поняла, что в таких жертвах я не нуждаюсь И вышла замуж за руководителя кружка по самообороне, решив, что подрастающей симпатичной мисс Такие знания не будут лишними Способности и материальное положение семьи к тому времени уже позволяли претендовать на обучение в столичном университете Что и подтвердило соответствующее письмо с одобрением моей кандидатуры И приглашением пройти вступительное собеседование Папа встретил нас с бабушкой И, целуя, сообщил радостную весть Скоро у меня появятся мачеха и сестра Новая пассия отца Элизабет Оказалась дамой среднего возраста, внешности и моральных качеств Но могла похвастаться приличной, не читая моей родословной О чем не приминула неоднократно сообщить Моя мама, хоть и слыла редкой красавицей, была безродной сиротой Этот факт никогда не мешал мне жить Но мог помешать Элизабет в ее матримониальных планах на собственную дочь То, что ни мой отец, ни моя бабушка к аристократии не принадлежали Ее планам угрозы почему-то не несли Конечно, она была достаточно умна, чтобы не говорить этого прямо Но каждая брошенная фраза, каждый взгляд были наполнены таким ядом, что моя бабушка не выдержала И съехала от отца меньше, чем через неделю, прихватив и меня с собой «Эванжелина, дорогуша!» — сладко улыбалась мачеха за обедом «Ты разве не знаешь, что в приличном обществе недопустимо носить такие кудряшки? Девушка должна быть аккуратно причёсанной, ты же напоминаешь давно нестриженного барашка из рамбуи «Эванжелина, твой деревенский загар недопустим!» «Как мы с Бекки сможем представить тебя ее подругом, если ты больше похожа на вульгарную деревенщину, чем на девушку из приличной семьи?» «Эванжелина, что за платье! Этот красный, такая пошлость! Недопустимо!» «Эванжелина, ты слишком громко смеёшься! Это недопустимо!» И ещё тысячи комментариев, вся суть которых заключалась в полном несоответствии моей скромной персоны, её будущей семье и недопустимости к чему-либо в принципе.